фрукты и цветочки, а автоматы Калашникова. Так проходят уроки математики в школах террористической организации Исламское государство ИГИЛ. Этот пример приводит итальянский аналитик Франко Як в статье от 13 марта под названием «Школа халифата для газеты ильджурнали». Автор является военным аналитиком, ранее работал в НАТО и в Европейском парламенте. Он пишет, что в социальных сетях террористов распространяют фото и видео радостных, улыбающихся детей с рюкзаками за спиной. Их цель – показать миру легитимность и эффективность ИГИЛ. В отличие от другой террористической организации Аль-Каиды, ИГИЛ смогли создать собственное государство. Они контролируют территорию. У них есть своя система правосудия, как мы уже говорили, даже своя бюрократия. Помимо этого, у них действует своя система образования. В ней детям с самого раннего возраста прививают иное искаженное понимание мира, в котором насилие – новая нормальность. Это слова дословно «франко-яка». Это эффективная система идеологической обработки. Юные ученики воспринимают мир в искаженном свете джихада. Дети, которым с самого раннего возраста промывают мозги, повзрослев, станут последователями халифата. Таким образом, риск любых форм инакомыслия в будущем сводится к минимуму. Ученики будут всегда готовы пожертвовать собой во имя ИГИЛ. Каждый ребенок, которому исполнилось 8 лет, может поступить на так называемую программу для юношей. Его родители при этом платят 150 долларов в месяц. При помощи игр, комиксов, разнообразных мультиков детей учат, как бороться с Западом. Учителя здесь тоже цитирую «лучшее из того, что может предложить ИГИЛ», – продолжает Франко Як. Автор приводит пример Абу Вахиба, который стал ректором после того, как в 2013 году он зверски убил водителей шиитов в Ираке. Именно Абу был почетным гостем на церемонии вручения диплома выпускникам этой программы 15 марта 2015 года. А теперь Франко Як описывает подробно систему образования ИГИЛ. Дети идут в школу с 4 лет. Их учат писать, читать. В 5 лет ребенок начинает изучать арабский язык, чтобы понять Коран. Потом изучает исламское право. В 16 должен овладеть искусством обращения с оружием. После чего его направляют в тренировочный лагерь для совершенствования знаний и умений. Среди изучаемых предметов особое внимание уделяется химии и физике, английскому языку. Химия и физика нужны для того, чтобы создавать взрывчатку. Английский язык – это язык врага, язык западного мира. На уроках географии учитель объясняет, как устроен мир. Итак, что интересно, мир делится на уроках географии в ИГИЛ на территории, изображенные светлым цветом. Это территории ислама. И территории неверных изображаются цветом темным. После такого промывания мозгов дети воспринимают мир совсем иначе. У них, конечно же, другие ценности. И этом в будущем может угрожать мировой безопасности, подводит итоги Франко Як. Итак, исламское государство может оставить миру наследие, состоящее из поколений детей, воспитанных в идеологии искаженной нормальности. Детей, готовых на все ради защиты этой черной идеологии. Это новое поколение терроризма, отмечает Франко Як, для которого насилие и жестокость, по сути, являются нормой. Это бомба замедленного действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова